Мы находимся около села Бурндуки Кабецкого района. Это река Берля. Каждой весной она может выйти из берегов и затопить село. Происходит это из-за тора льда и шуги на изгибах русла. В этом году снега много и риск бедствия значительно выше. В селе 500 жителей разлива реки уже не боятся, знают, как подготовиться. Скотину выгоняют где повыше, кур закрывают на чердаках сараев, достают картошку из погребов, под мебель пленка, а ту, что полегче, тоже на чердак. Вот здесь, около реки Берля, но когда весна наступает, поводки у нас бывают. Но мы постараемся заранее приготовиться. Перед расчисткой рек спасатели проводят инструктаж местных жителей, раздают листовки. Мы приехали вас отвезти по резким повышению температуры и быстрого таяния снега, при котором образуется половодие. Толщина льда на реке в среднем 60 сантиметров. Спасатели определили, 8 зарядов будет достаточно. Это 12 килограммов взрывчатки. Ее размещают в центре реки. Для этого бурят лунки и аккуратно погружают туда тротиловые шашки. В других местах, где проводить взрывы нельзя, например, около мостов, силами местного самоуправления также проводятся подготовительные работы. В других местах, да, проводится активно чернение льда, где вот в возможных заторах это возле моста, опасных участков, где большие извилины и распиловка льда. А также проводится расчистка от пустарников, от деревьев, которые будут мешать прохождению льда. Сейчас в Татарстане 15 районов, где реки ждут весны. Там спасатели проведут свою работу. Взрывные работы проводятся на затороопасных участках рек Мёша, Кайбица, Кубня, Свияга. В основном с целью для защиты населенных пунктов. Берля последний раз разливалась в 2018 году. Тогда затопило несколько дворов. В будущем планируется провести земельные работы по распрямлению русла реки. И паводок будет не так опасен. Иван Сарафанов, Вадим Иларионов, ТНВ, Кабицкий район.